Уникальный экспонат для московской выставки в отличном состоянии. Этот фрезерный станок выпущен в Горьком в конце 40-го года. За несколько месяцев до начала войны установку отправили на завод имени Фрунзе. Уже в декабре она была эвакуирована вместе с предприятием в Куйбышев. Здесь он проработал более 60 лет. На нем трудилось не одно поколение заводчан. Эти станки были на тот момент в 40-х годах очень ценные. И после войны они тоже считались достаточно ценными и важными. Но это основной парк был фрезерный. Именно для небольших деталей. В войну именно на таких станках делали детали для штурмовиков. Для выставки передадут и сохранившиеся газеты того времени. О быте эвакуированных сотрудников завода, которых в запасной столице было больше 55 тысяч человек, можно будет узнать из дневника рабочего Филиппа Разумцева. Люди приехали сюда на два месяца в командировку и думали, что они вернутся назад. А их оставили здесь, а здесь ничего не приспособлено. Ни жилья, ни питания. И вот это он все описывает. Понимаете, как приходилось к друзьям прийти для того, чтобы пойти на рынок и в складчину что-то купить и поесть. Хозяйки устроились на квартиру, чтобы хозяйка варила им обед. И это все записывается в него, понимаете. То есть вот эти будни, да это был не каждый день, да. Но то есть он записывал то, что вот его зацепило. Дневник вместе с личным делом заводчанина и фрезерный станок станут частью большой экспозиции «Война, судьба человека», которая откроется в Московском мемориальном музее космонавтики. Лариса Шлафаст, События. Лариса Шлафаст, События.